Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Фокус на человека». Многие, а может быть и немногие, но кто-то из вас точно наверняка вспомнит одного или двух знакомых, которые, ну скажем, не очень одобрительно относятся к своему имени или, возможно, даже меняли его. И вот это отношение к имени, насколько оно и вообще попытка поменять его безопасно, насколько это оправдано, и вообще, что связано с таким таинственным, получается, немножечко и мистическим явлением, как имя. Мы сегодня поговорим, и, наверное, без мистики, с нашим гостем, клиническим психологом, расстановщиком Вадимом Анонимовым. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Ну и, знаете, был такой мультфильм про капитана Врунгеля, который путешествовал вокруг света на яхте, которая называлась «Победа». Но в самом начале, когда ее спустили с верфи, у нее первые две буквы отвалились, и осталась только беда. И вот с тех пор, как бы, ну, в этом мультфильме, по крайней мере, озвучивается, что как яхту назовешь, так она и поплывет. И там у них были постоянно какие-то проблемы с этой яхты. Да, да, да. И, как бы, подтверждая вот этот вот постулат. Ну, что, на самом деле, ну, это юмор, это мультфильм, а что, на самом деле, вот с точки зрения психолога, что такое имя, что оно несет в себе, какой заряд, что об этом... Немножко теории, как говорится. Да, давайте. Я на эту тему думал как раз недавно. И, вы знаете, вот начну немножечко издалека, вообще, как бы, о смысле имени, таком философском. Вообще, про имя говорят у нас лингвисты, говорят психологи, вот как я, да, и говорят философы, конечно. И философы говорят глубже всегда. Вот, есть такие работы даже вот у Лосева, известного философа, философии имени, такая книга есть, ну, и много разных других. Вот, если говорить о нас психологах и расстановщиках, прежде всего, как разновидность психологов, да, то мы, ну, есть такое понятие полевой смысл имени. Вообще, понятие поля расстановщики не все используют, но давайте мы немножечко возьмем, это вот на это понятие посмотрим, что значит полевой смысл имени вообще. Вообще, имя дают друг другу люди, да. А что такое люди? Люди — это особенные существа, которые, вот, отличаясь от других видов существ, таким очень принципиальным, важным таким признаком, они создают идеальный мир. То есть человек удваивает вообще мир. Есть мир реальных предметов, вот стул, на котором я сижу, да, там вещи, ручки. Есть образы этих предметов в моей голове, да, в моей голове, в голове там моих знакомых, в общей объединенной голове вообще всех людей, жителей этого города или там, жителей этой страны, человечества. То есть есть образный мир, мир идей и есть мир предметов физических, да. Вот. И вот имя, оно вот из этого второго мира. Это вообще объект не физического мира, а объект вот этого идеального мира. Вот. Причем, если говорить, вот, я-таки с философом посмотреть, имя может состоять из нескольких компонентов. Вот ключевой компонент имени, мы его условно назовем знак. То есть это то, что имя идентифицирует просто вот меня, как, например, Вадима, да, вот я Вадим. Меня назвали так, и я на это откликаюсь, да. Ну, мы понимаем, что этот знак, может быть там двойная, тройная идентификация, да, многофакторная идентификация, сейчас так модно говорить. Ну, например, там Иванов Иван Иванович, да, то есть первое это имя мое личное, второе это там отчество, это про моего отца, у какого отца я родился, а третье там фамилия, это, скажем, ну, мой род, да, о моем роде, там все мои Ивановы, вот, то есть это все знак, но когда родители называют, ну, кого-то там, каким-то именем, давайте возьмем какую-то девочку Ольгу, да, на ее примере, да, вот, они ее назвали Оля или даже Олечка ее называют почему-то, да, вот, а только ли это знак, значит, кроме знака есть еще что-то, что родитель вкладывает в это, вот, ну, например, вот этот пример с Олечкой, например, тетю звали Олечка, или там какая-то там, давайте возьмем постарше, бабушка, сестра бабушки, например, была такая Олечка, которая всем помогала, значит, была очень добрая, все ее помнят хорошо, и вот мы назвали свое ребенка, там, иногда в честь, а иногда бывает просто, даже неосознанно назвали, вот так же Олей, мы, может быть, и не думали, что мы хотели бы, чтобы она, там, но в неосознанности мы надеемся, что она будет тоже доброй, тоже хорошей, потому что Олечка нам всем помогала, вот, и тогда кроме вымени, кроме знака есть еще, мы называем символ, то есть некое содержание, которое символизирует что-то другое, вот, человек еще умеет мыслить символами, то есть он создает реальность, которая обозначает другую реальность, это вообще очень сложно, только человек это умеет, больше никто не умеет, и вот эти символы, которыми может быть, значит, напичканное имя, он может быть не один, их может быть несколько, все это может быть очень многоярусно, так, да, и вот за этими символами передается человеку, ну, из души в душу, значит, некое содержание, могут быть ожидания, да, например, я ожидаю, что девочка Оля будет доброй, будет хорошей, она будет как та бабушка нам помогать, в старости она будет за нами ухаживать, то есть это будет такая вот прямо, ну, добрый ангел, да, вот, и потом мы видим, например, это тоже опять-таки такой пример условный, да, потом мы видим, что девочка Оля вырастает, становится подростком и выходит в социальные сети, в Инстаграм, еще куда-то, и мы видим, например, как она себя называет Оля-ля, предположим, она себе дает, она, она все еще пока соглашается с именем Ольга, но почему она говорит Оля-ля, потому что от нее ждут, чтобы она была там, ну, какой-то там определенной, там, делала какие-то хорошие вещи, была в определенном русле этой семьи, а она не хочет быть в жильце семьи, она говорит Оля-ля, я хочу прыгать, танцевать, я хочу там ходить в клубы, еще что-то, вот она говорит Оля-ля, а потом проходит какое-то время, ну, может быть, она, например, попадает в коммуну Оша, сейчас у нас много, значит, разных тренингов проводится, есть Оша-тренинги, и там людям дают другие имена, если она, тем более, поехала в Индию, там, например, ее называют Амрита, предположим, ну, или как-то еще, да, и вот она, у нее появляется еще один, но совсем уже другое имя, да, и, опять-таки, в этом есть символический смысл, во-первых, что такое Амрита, там, именно санкскрите, значит, она принадлежит к определенной среде уже, да, да, и, возможно, есть какой-то перевод, я, ну, в это можно, если надо, кто-то может вникнуть, там, за каждым именем стоит какое-то понятие, и за нашими именами стоят понятия, как мы понимаем, да, там, например, условно, татарское имя, например, Чумпан, это, там, утренняя звезда, то есть, такая надежда, что она взойдет у нас, да, там, наши имена тоже, София, это мудрость, да, греческое имя, то есть, за каждым именем много символического содержания, как в коллективном бессознательном, вот, так и в индивидуальном бессознательном данной семье, вот, это все, когда человек получает это имя, он все принимает, и это все вместе, вот, и дальше еще одна тонкость, он это принимает, пока он маленький, и если он становится взрослым, он может с этим что-то делать, он может принимать частично или не принимать, он может переходить в другое сообщество, вот, как эта девочка, которая называлась Амрита, да, то есть, она принимает другие ценности, то есть, и за именем, за символическим смыслом имени стоят ценности определенного, определенной группы людей, или этой семьи, этого рода, или этой какой-то, может быть, даже секты, да, предположим, мы говорим, что это семьи, вот, и мы переходим из системы в систему, и мы можем менять это имя, ну, вот, как-то, в целом, наверное, так, может, я что-то упустил, ну, смотрите, если брать вот ту девочку Олю, которую взяли для примера, она стала Амритой, или Оля-ля, потому что ей стало тесно вот в том ожидании, в той концепции, которую для нее приготовили родители, потому что наверняка, когда она выросла, и это все произносилось, допустим, это все-таки в честь какой-то там тетушки Оли, которая была такая замечательная, ей наверняка вслух это транслировали, а человеку в какой-то момент стало в этих рамках тесно, или вообще, может быть, ощущение, что это как будто не твоя жизнь, и тебе надо как-то по-другому жить, поэтому может возникнуть Оля-ля, может возникнуть, ну, вообще, все что угодно, да? Мы не знаем, что может возникнуть. Но в любом случае появилась Оля-ля, потому что, ну, что-то вот там не стыковалось, да, внутри, предположительно, у человека с именем, правильно? Я правильно вас поняла? Ну, да, нет, ну, или не стыковалось, или просто есть какой-то поиск. Не обязательно на нее, скажем, ее чьи-то модели к ней присоединяют или навязывают, просто может быть и поиск. Я Оля, а мне хочется чего-то большего. Я хочу быть Оля-ля. Ну, Сван, интересно, мы сказали, что имя — это знак, да? Мы говорим, когда мы друг другу говорим свои имена, мы знакомимся, то есть мы как бы обмениваемся знаками, получается, да? Да, конечно. Интересно. Хорошо. А вот, то есть имя — это знак, который социум наделяет, ну, мы друг друга в социуме наделяем, да, и которым мы, в общем-то, обозначаем друг друга. Где-то я читала, что имя — чуть ли не самое часто употребляемое слово в лексиконе, ну, обращении человека к нему или его самого. Он к кому-то по имени или к нему. И вот тут Дейл Корнеги, я хочу процитировать, он пишет о том, что, помните, что для человека звук его имени является самым сладким, самым важным звуком человеческой речи. Получается, что это не всегда так. Здесь, наверное, два момента, может быть. Первое — это та родовая система, в которой он получил это имя, ну, вот где его назвали Олей там или Олечкой, да, и если это содержание имеет некоторую токсичность для человека, ну, вот для человека имеет что токсичность? Там, где его идентифицируют с кем-то другим, то есть хотят, чтобы он был, походил на эту тетю, да? Это для человека нарушение его идентичности. И это нехорошо. И потом мы сталкиваемся с такими клиентами, которые приходят и жалуются на разные симптомы, потому что их ставят на чужое место, да? Вот. Есть второй момент. Не обязательно мне не нравится свое имя не только потому, что у меня там родители как-то внесли здесь какой-то свой компонент, а может быть, например, в социуме просто я столкнулся, что мое имя как-то использовали нехорошо. Например, в школе меня дразнили, по-моему, да? И мне просто нанесли определенную травму тем самым, да? Кому? Ну, кого-то, да? Может быть, имя такое необычное, его как-то склоняли, да? Ну, такие примеры, наверное, мы можем себе привести. Сколько угодно. Сколько угодно, да. Дети щедры на такие дразнилки. Да, дети самоутверждаются, они берут имя, значит, и вот поэтому человек тоже может свое имя, ну, как-то к нему так негативно относиться, да. То есть, если мое имя как-то нехорошо склоняли, ну, например, в школе, то здесь вот эта низкая самооценка и возникает. То есть, оно как следствие. Как следствие, да. Не само имя формирует самооценку, низкую или высокую. Кстати, высокую тоже может, наверное, если, например, назвать кого-то нарциссом. Возможно, да. Или как-то это имя в семейной системе каким-то образом слишком сильно поднимать это имя, формировать там самолюбование, идея грандиозности. То можно и наоборот, такую сильно высокую самооценку сформировать. Но имя здесь является сопутствующим элементом, с помощью которого не само имя это делает. Вот, наверное, что важно сказать. Если тогда мы вернемся к той семье, которая на ребенка, носящего определенное имя кого-то там из прежних ранее живущих родственников, накладывает определенное ответственность, ожидание, то есть для него это токсично, деструктивно, да. Вот смена имени в этой ситуации поможет выйти из этого деструктивной части сценария семейного? Смотрите, ну вообще любую историю, с которой приходит человек к психологу, надо воспринимать феноменологически. То есть вот только как эту историю, да. Да, конечно. Индивидуально вот оно здесь находится, да. Поэтому надо говорить так, что если мы с этим работаем на самом деле, да, и если смена имени, она, ну, сопровождается чем-то еще, ну, каким-то психологическим интервенциям. То есть смена, давайте так скажем, смена имени как психологическая интервенция. Причем ее может сделать, конечно, и сам человек. Я знаю таких людей, вот у нас в группе, в нашей расстановочной есть, скажем, девушка, которая поменяла свое имя. Мы ничего с этим не делали, это ее собственное решение. Она решила отойти подальше от своей родительской семьи. Действительно, родительская семья там есть определенная токсичность. И она взяла и прям поменяла имя. Да, и действительно есть ощущение, что для нее это хорошо. Потому что она понимала, осознавала, что она делает, да, и она выходила в большее пространство. Вот смотрите, вот, наверное, смена имени — это сопутствующая неким процессом вещь, да? А процессы какие бывают? Я нахожусь в системе, и я могу перейти в другую аналогичную систему. Вот это первый вариант, да? Вообще, если мне плохо в системе, что я делаю? Я или эту систему усовершенствую? Давайте, вот самый первый вариант. Можно ничего не делать, и тогда ты останешься в этом болезненном состоянии. Можно вообще ничего не делать. Все, давайте идем прямо с самого начала, да. Первое. Ничего не делаю, остаюсь в этом. Второе. Мне что-то не так, но я прям хочу, чтобы что-то изменилось. И я пытаюсь внутри этой системы что-то наладить. Для этого у меня должны быть ресурсы, силы. Может быть, я уже постарше. Может быть, я стал главой семьи или кем-то еще, я не знаю. Но, в общем, я пока в системе, но я что-то пытаюсь сам изменить здесь. Даже мы знаем таких людей, которые пытаются помочь родителям, ведут их к психологу. Родители тоже немножечко меняются. Но если человек вкладывается в это, постепенно система меняется. Дальше. Я могу уйти из этой системы. Вот здесь как перемены, смена имени, вот она коррелирует. Я ухожу в другую. Я жил в семье, а сейчас я в Ошакамуне. У меня другая система. У меня теперь другая система. Я говорю, этой системе нет. Ее ценностям говорю нет. И тогда я меняю это имя. И есть еще способ. Самый, наверное, хитрый. Мы называем его так. Выйти в метапозицию. Стать над. Я не перехожу в другую систему, логично. Но я выхожу в целом, как бы, в большее пространство, в котором я свою систему вижу, другие системы вижу. И я могу уже не так серьезно воспринимать, ну, вот эту власть этой системы надо мной. То есть она уже не власть. Резиночки как будто растягиваются такие, да? Да, да, да. Я встаю над. Мета-над, да. И вот мне вот этот вариант, конечно, нравится больше. И психолог, как правило, помогает. Психолог не помогает перейти в уже коммун. Человек это делает сам. А вот выйти в метапозицию, психолог помогает, конечно, посмотреть. И не обязательно человек потом уходит, не обязательно он это имя меняет. А может быть, он поменяет его. Это выбор самого человека. Не могу не задать вопрос, который вам может показаться либо мистическим, либо эзотерическим. Но это Джек Лондон, один из его рассказов, где женщина называла своих сыновей именами погибшего брата. И все одного тоже, ну, как бы погибали. Вот по поводу того, что есть такое в семьях, я знаю, и у меня такие истории жизненные есть, когда детей называли именно в честь там героических, но уже умерших родственников. Насколько это оправдано. И опять-таки, наверное, вы скажете, что если вот нагружают ребенка, да, ну, не буду отбирать у вас слова, послушаю. Нет, нет. Смотрите, тут много, в этом примере сразу много вещей содержится. Да, вот смотрите. Первое. Когда называют именем героического родственника. Да, вот это вот очень важно. То есть в роду есть имя, как он дедушке, да, там, например, да, и вот родился там мальчик, и вот его называют этим именем. Давайте вот это посмотрим. Потом про смерть отдельно. Вот. Конечно, на вид кажется, что это классно, потому что в роду может быть какой-нибудь человек, который плохо жил, какой-нибудь там, например, алкоголик, пьяница, его именем точно не называют. Называют именем вот этого серьезного там человека с достижениями. Часто бывает там какой-нибудь генерал, вот мы сталкивались, какой-то человек там генерал, какой-то там прадедушка был, вот именем этого генерала пытаются назвать там маленького ребенка или какой-нибудь профессор известный. Вот. Почему это не очень хорошо? Потому что все-таки у человека нарушается идентификация. И человек нагружается вместе с именем ожиданиями определенными. То есть он должен соответствовать. Понимаете, вот он не может быть таким, как этот генерал, да? Он не обязанным быть по идее, но от него как будто это ждут. Это может быть связано и с самой профессией. Например, тот военный, значит, вроде бы от него ждут, чтобы он был военным, да? Чтобы он достиг такого уровня определенного в этой профессии, да? По качествам каким-то личностным был похож, да? То есть вот это ожидание, оно может быть и не озвучивается, но бессознательно оно присутствует. Да, и оно все равно на этого ребенка дает. Оно все равно висеть будет, что называется, в воздухе. Вот такие дети могут менять потом это имя, да? Чтобы вот как бы не оставаться в этом, да? В воздухе семьи непроговоренные вещи, они же тоже присутствуют. Они в этом воздухе висят, вот вы правильно говорите. Хорошая область. Что-то говорится каждый день, а что-то умалчивается, но висит. Это вот что касается вот этого вот, ну, такого известного, серьезного родственника. Да, и, естественно, да, ребенок хочет своего «я». То есть ему нужно быть собой, да, ему, он может, там, другую профессию выбрать. Он, может быть, хочет другими качествами как-то отличиться, а не этими качествами. Вот этот профессор, например, был таким усидчивым, там, а тот, наоборот, артистом хочет стать. То есть у него совершенно другие... У него жизненная задача другая. У него другая жизненная задача, другой «я». Он для другого сложен. А его как в этот прокрустово ложе, да, обрубают, когда все по краям. И вот такие, значит, клиенты приходят к нам, вот люди с такой ситуацией, они приходят, как правило, не рассказывая вот эту историю, а с какими-то просто жалобами. Психосоматика, там, сложность каких-то материальной сферы. То есть у них в жизни есть разного рода трудности. И часто, ну, если это, например, с этим связано, мы это когда видим. Почему удобна здесь расстановка? На расстановке это мы увидим. Что он назван. Мы видим наглядную эту связь, что он назван в честь того, и мы можем эту связь разделить. Дальше он уже сам принимает решение, надо ему это или не надо. Теперь про смерть. Наиболее, наверное, патологическая форма, это вот когда называют в честь умершего. Ну, чаще всего это бывает так. Это называется таким термином, как замещающий ребенок. Есть такое название, даже книга есть на эту тему, и не одна. Вот, особенно зарубежная литература, у нас как-то это, может быть, меньше используется, да, понятие. То есть, представим себе, что умер маленький ребенок, ну, совсем, может быть, маленький, да, то есть у него уже было имя. Если это абортированный ребенок, то имени, как правило, нет. Вот, там, год, полгода, я не знаю, там, сколько угодно. Вот, и этим именем называют потом другого ребенка, который идет вслед за ним. Вот, и тогда неосознанно ожидание, какие вкладывают родители в этого ребенка. Ты будь нам вместо него. Ты будь тем, а не собой. Будь тем самым ребенком, да, вот каким он был. А если он пожил 2-3 года, или до 5 лет, то чем больше времени жил этот ребенок, тем тяжелее этому ребенку. Потому что сформировано уже образ, под которого его подгоняют. Если он умер в 1-2 месяца, то образа еще пока нет, и ребенку легче. А если прошло время, значит, тогда его прям буквально на место человека ставят. Человека тут уже был, у него были свои особенности, у него была какая-то модель. И, как правило, его еще идеализируют, этого ребенка. Его идеализируют и делают таким, каким он и не был даже. То есть рисуют такой вымышленный еще образ и подгоняют под вымышленный образ. И вот в литературе масса вариантов. И мы вот видели такие примеры, да, когда такие дети имеют проблемы психологические. Да, вот у меня, я могу привести один пример, да, вот действительно мы делали расстановку. Без личных подробностей, мы не имеем права это, да. Просто вот так абстрактно, когда обратился молодой человек с определенным родом там жалоб, симптомов, трудности в жизни, материальные трудности у него были, еще что-то было. Вот, и когда мы выяснили, ну, прям в процессе расстановки, начнешь выяснять больше, чем в процессе беседы, можно долго беседовать. В процессе расстановки ты видишь больше. Выяснилось, что он там уехал далеко от родителей, в совершенно другом городе. Но он, все, что он зарабатывает, он отсылает, оказывается, им эти деньги. Да, да, он отсылает им. И до него был, он назван именем умершего маленького ребенка, который был до него. Да, и он отсылает это родителям. И это некое символическое действие. Мы видели в расстановке, стояли родители, стоял этот ребенок, и он им направлял. Не просто родители, да. Если он направляет родителям, можно разобраться, и родители большие, а он маленький, зачем он должен отдавать деньги большим. А он-то отдавал деньги маленькому, большой маленькому помогать может. И это как бы легитимно, приемлемо, это хорошо. И вот когда мы разделили родителей и этого ребенка отдельно, мы сказали, этого ребенка он принял, и он ему ничего не должен, и он ему не должен деньги. Да, тогда он получил возможность не давать деньги этим родителям. И что получилось интересно, в этой же работе, прям он говорит, что накануне ему приснился сон, где его называли другим именем. Вот он говорит, я тогда сейчас поменяю имя вот на это. И когда его, и его все назвали прямо в расстановке этим именем, новым, другим. И он действительно после расстановки поменял это имя, и у него изменилась жизнь. Вот это такой очень классный пример, да. Это именно пример замещающего ребенка классического, которым мы смогли помочь. Но не мы ему, конечно, дали имя. Это вот нет, он сам, он просто его увидел, просто его бессознательно ему подарило это имя. То есть, может быть, это было, когда-то он где-то слышал, ему нравилось это имя, да. Но вот это имя для него было. Хорошо, дальше поехали. Вот такая ситуация, когда родители, такие творческие, мягко говоря, люди, и дают детям имена неологизмы, но которые буквально вот придумывают, ну вот после революции было очень модно вот этого. Да, конечно. Октябрина, Доздроперма, вот это вот все, Вилли, кто-то там еще, Кимы и так далее, да. То есть имена, которые... Да, Кима — это интернационал. Да, коммунистический интернационал. А я вот недавно подумал, вот есть же такой режиссер, Элем Климов. Элем Климов, да. Это же Эл-Эм. Да, да, да. Энгельс, Ленин и Маркс. И такие имена, ну как бы это еще, мы к этому уже привыкли, да, хотя тоже сложно привыкнуть. Ну вот Ренат оказывает там революционная революция, народная революция, что-то такое, да. Ну то есть сегодня эти неологизмы доходят до такого, что ну вот прям вообще трудно выговариваем. То есть получается, что это даже не имя, а буквально знак. То есть не имя, которое уже имеет традиции какие-то в социуме, в истории, да, а вообще новое слово, которым определили тебя как знак. Ну условно говоря, там какие-то совершенно неправдыводы. И что здесь может беспокоить? Что ребенок будет единственным носителем этого имени, будет в социуме в детстве точно испытывать на себе давление. То есть родители не могут не понимать, мне кажется, этого, ну мне так кажется. Видимо, ну вот, ну представьте себе, что вот вчера я смотрела статью, и есть такое имя, прямо реально существующее, которое переводится с испанского, как человек, ставший в семье первым носителем этого имени. Оно прямо и состоит из нескольких слов на испанском. Вот это ла фамилия, вот что-то такое. Как человеку с этим именем дальше жить, вот будучи ребенком, и, ну то есть вот для меня, вот как мамы, в этом риске. Для меня, как для психолога, в этом риске. Потому что имя, даже я со своим, в общем-то, обычным именем переживала вот эти все дразнилки в детстве. Что же говорить о том, что имя будет вот такое эксклюзивное? Смотрите, вот я как-то хочу здесь, наверное, помягче к этому отнестись. Должны ли мы указывать, ну, родителям, что они должны делать? Конечно, нет. Естественно, нет. Мы работаем... Страхи не бывают никогда маленькие, они вот сразу большие. Мы, как правило, работаем с тем, что уже произошло. К нам пришел человек, я говорю, вот Вилен, или там, ну, не дай бог, до здра первого. До здравствуй, первый мая, да? И вот мы с этим имеем уже дело, да? И мы как бы не можем это изменить, мы просто смотрим. Смотрите, и вот здесь важно, наверное, что? Один человек, вот этот бессознательный символический смысл имени, который придан ему, кроме знака. Вот мы говорим, есть знак, а есть символ. То есть там много насыщено символами все. Люди, которых называли после революции вот этими, их насыщали вот этим символикой, да? И тогда, тогда, во-первых, культурально общество в этом жило, да? Семья сама конкретная жила. Если мы с этими людьми общаемся сейчас, во-первых, символ может выветриться. Он может не иметь такого смысла. Он, в общем-то, и выветрился уже. Он, в общем-то, вот эти символы, они выветрились. И поэтому это стало обычное имя. Вот вы говорите, Рената. Ренат, мы даже забыли, что это оттуда. Да, до такой степени может выветриться. И тогда этой опасности, в такой явном виде, вот я, например, не наблюдаю. Она может, наверное, быть, еще раз говорю, ситуативно. Внушаемый человек, который слишком тонко реагирует на символы. Но он внушается, прежде всего, людьми. Над ним, значит, он зависим от людей, не столько от символов, как правило. Все равно конкретные люди, они всегда больше, или конкретная среда, она определяет человека больше, чем символ. Символ, еще раз, обозначает эту среду. Поняла. И работает все равно среда. Поэтому делать, ну, как бы говорить о том, что это очень страшно и опасно, я бы не стал. Понятно, хорошо. Но я бы помогал тем, у кого это вызывает сложности. Да. Ну и родители, наверное, все-таки. Вот в этой ситуации я имела в виду, что если они такой имя дали, то надо продолжать, ну, как бы поддерживать ребенка тогда в этом имени. Потому что все равно будут какие-то... Смотрите, если оно неблагозвучное, вот как, например, та же доздроперка, ребенка будут точно дразнить. И вот здесь родитель, наверное, должен подумать. Осознанность родителя, конечно, мы приветствуем. Чтобы ребенку не создавать дополнительных проблем в своей среде, среди сверстника, там, в школе, зачем ему создавать трудности? Ну, это большой вопрос. Тем не менее, ну, как бы... Здесь, да, вот здесь, наверное, можно рекомендовать, чтобы ребенок... Чтобы родитель подумал, вот только. Да. Вы сами принимаете решение, вы можете, как хотите поступать. Но осознанно ли вы в этом? Вот единственный, наверное, вопрос. Вот, вот именно это я и хотела услышать, что, да, что все-таки, когда имена даются ребенку, а ребенок не игрушка, ему предстоит жить с этим именем. К нему будут с этим именем обращаться, по этому знаку, да, по этому образу, по этому символу. Если там он насыщен, там, девочку Клеопатрой, если назовут это, то ой-ой-ой, да, какое архетипичное имя, в общем-то, и непростое. То же самое, как вы говорите, нарцисс, да, ну, любое вот такое. И, да, вот эта вот осознанность родительская, она здесь, конечно, желательна. Вот еще следующий такой момент приведу, как вариант. Я просто разные примеры насобирала. Когда в роду чередуются только два имена. Имена Сергея Александровича или Александра Сергеевича. Все. Никаких вариантов больше нет. Да, такие примеры мы знаем все из жизни. Ну, а даже бывает, что Александр Александрович. Да. То вообще одно имя. Это уже другой мой случай. А, это другой. Понятно, хорошо. Хорошо, смотрите, да, что можно про это сказать. Опять-таки, все индивидуально, все, если нет жалоб и нет проблем, то мы не включаемся и не боремся с тем, что уже есть, да. Но в целом, но если мы говорим, что жалобы какие-то присутствуют, или кто-то на что-то жалуется, на что можно посмотреть, символом чего является называние вот все время одного и того же имени. Но это все-таки, наверное, для нас, вот как образ, некой стагнации, некой замкнутости. То есть это говорит о том, что вот мы, замкнутые системы, мы тут сами свои, значит, и мы воспроизводим самих себя. Может быть, это семейная традиция, которая может показаться и милой где-то, да. Но, в принципе, это про замкнутость. Это про то, что мы сами по себе. Вот. Замкнутые системы в перспективе не жизнеспособны. Рано или поздно они уступают тем системам, которые... Открытые. Открытые, которые берут в себя. Которые берут в себя новое. Давайте тогда уже сразу про Александров Александровичей, Артемов Артемовичей, Эдуардов Эдуардовичей и так далее. Здесь, наверное, есть еще вот что. Артем Артемович, здесь еще не просто мы замкнутая система, здесь еще... Еще более замкнутая. Здесь немного страшнее. Я формирую свою копию. Вот этот мальчик, он как будто мой клон. Да, есть ощущение. Возможно. Напоминаем, что мы говорим об опасностях, да? Мы говорим об опасностях, а не том, что это точно плохо. Что это будет, да. Да, да. Может быть, этого и нет. Ситуации все различны. Но человек может это воспринять как послание. Быть в точности таким же, как папа. Да? И не просто, а... Ну, то есть ребенок, которому будет трудно сепарироваться. Который будет всегда при папе. Который будет, скажем... Ну, вот восприниматься... Знаете, вы как нарциссические родители, нарциссические мамы, особенно, воспринимает ребенка как свой дополнительный орган. Ну, как моя рука, как моя нога. Вот я с помощью ребенка, я отдаю ребенка в разные, там, какие-то интересные секции. Я его там воспитываю. Я его там... С малолетства уже он у меня выступает. Он как-нибудь становится там невероятным. Но это не сам ребенок. Не про ребенка. Это не про ребенка. Это мои нарциссические ожидания. И такая вещь называется... Психологи называют нарциссическое продолжение. То есть это не ребенок. Это просто нарциссическое продолжение. И, может быть, вот этот Артем Артемович, это некое продолжение папы. Это часть папы, с помощью которого папа, возможно, я фантазирую, папа, который не достиг чего-то в жизни, чего-то не сумел через этого ребенка, захочет достичь. Да. И, может быть, даже совершенно неосознанно будет это делать. И, может быть, даже неосознанно. И поэтому все равно немного напрягаешься, когда тебе приходит вот такой Артем Артемович. Ты начинаешь смотреть вдвойне за этой ситуацией. А кто там папа? А какие у них отношения? И часто мы можем увидеть, что этот ребенок не сепарированный. И выполняет неосознанные послания. Вот это вот. Вот такое бывает. Продолжаем. Вот насколько я понимаю, по своему опыту, по крайней мере, маминому, я могу сказать, что выбор имени ребенка, по крайней мере, для меня, для моей семьи, был достаточно серьезным процессом. И у меня есть такой жизненный кейс, когда на консультацию приходил человек, женщина, которую ей дали, как она считала, совершенно имя посторонний человек. Ну, то есть, ни мама, ни папа. И имя дал посторонний человек. А, ну, условно говоря, какой-то там, ну, что-то вроде медсестры, допустим, там, в роддоме, или еще что-то такое. То есть, человек к семейной системе, не имевший никакого отношения. То есть, они не могли сами найти имя, было трудно, и спросили у проходящего мимо странника, условно. Да, да, но ведь человек, как вы правильно сказали, пока нет проблем, человек никуда не приходит. Раз он дошел уже до психолога, значит, эта тема его беспокоит. И для нее, для этой женщины, интерпретация ее была такова, что я настолько была не нужна и неинтересна, что они даже вот не нашли в себе, как бы, возможности самим подумать над именем, а дали эту возможность совершенно постороннему человеку. Ой. Да, и... Я сейчас сразу уж хорошо закончился, потому что она сходила на расстановке, может быть, даже к вам, я не знаю. и пришла с информацией о том, что, поговорив с родителями, она узнала, что это недостоверная информация, что никакой медсестры не было, что имя дали родители, все законно, все нормально, она была любима, ожидаема и так далее. И у нее, как вы говорите, да, все в жизни изменилось, да, вот, может быть, не по щелчку, но прямо изменилось. То есть, по крайней мере, отпустила вот эта боль, что она не нужна, вот это внутреннее иррациональное убеждение, оно перестало существовать, потому что вскрылось настояние. Но ведь, ну, как бы, теоретически эта история могла быть и правдой. Вот когда имя дают люди, которые не относятся к этой системе, ребенку. Давайте, вот я не могу не отреагировать на саму историю, которая оказалась неправдой, да, очень важно, наверное, отметить, что, что такое прошлое. Прошлого, как такового, не существует эта конструкция. Прошлое, оно, во-первых, все время меняется, мы его переписываем, как звуковую дорожку мы можем переписать другое, мы его все время корректируем. Поэтому, что на самом деле было, да, не так важно, а важно, что мы держим в голове, что мы помним, как прошлое. Вот она помнила, как прошлое, кто-то ей случайно неверно сказал, что там назвал чужого человека. Это раз. Второе, символом чего является эта история? Почему она притянула и именно так сформировала свое прошлое? Потому что она, под этой историей есть некие чувства, что она не нужна. То есть, неважно, кто там назвал ее. Будет масса историй, когда чужой случайный человек назвал, и все хорошо. И никто никакому психологу не приходит. Понятно. И мы не узнаем с вами об этих историях, хотя там неизвестно, кто вообще назвал, да, в этом проблеме я не вижу. А проблема в том, что есть чувства. И потом мы к чувствам уже прицепляем историю. Мы уже, нам уже кажется, для Мэри приснилось, или кто-то нам случайно тетя рассказала, вроде бы вот приходил, кто-то назвал. Потом выясняется, что этого или не было, или даже это было. Но не важно, что это было, а важно, что она так интерпретирует эту историю. То есть, даже если это было. То есть, в этой ситуации проблема с именем стала триггером какой-то более серьезный, какой-то внутриволичностного какого-то конфликта. То есть, получается, что... Причем с сочиненным триггером. С сочиненным. Ну, в этом случае, да. Такое иррациональное убеждение. То есть, получается, если имя триггерит, имя твое собственное, то надо все-таки заниматься, и, возможно, это просто верхушка айсберга, да, которая, ну, вот... Ну, надо понять, про что это. Да, про что это, про что это. Про что триггерит. Какая там травма? А где здесь вот эти чувства возникли? Откуда они возникли? С какой историей они пришли? А если человек не идет в этом разбираться, а просто идет и меняет имя. Вот он просто, ну, вот... Я понимаю, что меня бесит мое имя. Почему? Разбираться не хочу. Пошел, сменил. Знаете, будем смотреть еще дальше. Помогло или не помогло? Сменил имя. Если мы видим, что человеку помогло, у него есть изменение, значит, то имя было символом чего-то неосознанного. Символ может быть осознанных вещей, как революция. Вилен — это осознанно. Я понимаю, что это про революцию. А Рината — это неосознанно. Мы забыли, что это про революцию. Но что-то не так у Ринаты. Вот. Если неосознанные вещи, все равно они есть. И может быть так получиться, что неосознанные вещи были о плохом, а когда он сменил имя, он другое символическое содержание приобрел. То, то, которое ему нравится. Что такое нравится? Значит, он чувствует, что что-то хорошее за этим. Значит, это символическое содержание тоже неосознанно является позитивным. Он не знает почему, но нравится. А некоторые даже знают и расскажут почему. Поэтому, это хорошая версия. А если не помогло, значит, о чем это говорит? Значит, это не так? Значит, он не нашел это имя? Значит, это просто была попытка что-то улучшить, но неудачно. Поэтому здесь вот еще раз, все в историях конкретно. Нет общих рецептов. Мы не можем сказать, вот это правильно, а это неправильно. А вот еще вот такая ситуация. Опять-таки, подчеркиваю, что мы говорим о каких-то возможных нюансах, да, бесстрашивых. О возможных. Да, о возможных нюансах. Когда девочкам дают мужские имена. Ну, например, у меня вот прямо вот была знакомая, которая звала Ивана. Очень редкое имя для России. Ивана? Ивана. Ну, это женское имя. Женское имя, на производное. Иван мужское. Ну, от производной, это от Ивана, Александра, Евгения, Валерия, Вячеслава. Это вот то, что в моем. Вот смотрите, это культуральное, это ваше ощущение, что... Что это мужские имена. Что это, да. А вот, может быть, Александра, это женское имя. Вот кто-то будет думать, что Александр мужской, а Александр женский. Что это два разных имени. Почему вы соединяете наполнение образа, что такое наполнение? Это вот как раз вот этот символический мир, который, значит, в вашей семье или у вас лично так, так устроено, бессознательно, а у другого не так. Поэтому у кого-то проблема, а у кого-то ну, никаких проблем. Это одно из случаев. Интересно, потому что это вообще... Про другое совсем. Когда девочка, если вы говорите о том, что девочка будет мужской модели на себя принимать, вот бывают другие примеры. Очень сильно ждали мальчика, даже закупили мужские игрушки, а родилась девочка. Это было особенно раньше, когда не могли определять пол, или не всегда это делали, или в каких-то там населенных пунктах таких дальних, где это не делали, УЗИ, и родилась девочка. И вот эти ожидания эту девочку на девочку наложены. Вот здесь проблемы есть не с именем больше, а с ожиданием. С ожиданием. Да. Интересно. И мы знаем таких девочек, которые... У них нет реально потенциала к смену пола, потому что бывают еще и генетические сложности. Бывает, что человек все-таки потом меняет даже... или меняет пол, или меняет ориентацию как минимум. Гораздо меньший процент. Ну, это прям очень маленький процент такой, да. А вот бывает так, что ведет себя как мальчик, бегает эта девочка, что-то она как-то коротко стрижется. Вот. Были у нас такие случаи, мы видели такие случаи. Это было связано вот именно с ожиданиями семьи. И когда человек разделялся от этих ожиданий, неосознанное мы поднимаем, оно становится осознанным, мы понимаем, что это такое. Только с тем, что мы подняли из неосознанного мы можем разобраться. Так нельзя ничего делать с этим. Никто ничего не помнит, не знает. И тогда становилось этой девочке легче. Уже можно было... Потом она одевала там сарафаны, перестала носить джинсы. Мы видели такие случаи. Ну, тоже изменения какие-то ключевые произошли. Да, да, да. Если человек все-таки подумает об смене своего имени, то, в принципе, пугаться здесь смысла нет и пугать его тоже. Так? Да. Он идет и делает и потом наблюдает за собой. Есть какие-то изменения. Прекрасно, нет каких-то изменений. Дальше изучает себя и свою жизнь. Но желательно, чтобы это все происходило осознанно и ответственно, да, с ответственностью к себе, к своей жизни. Да, чтобы он понимал, что такое имя, зачем он это делает. Да. Что может это дать? Чем больше осознанности, тем как бы лучше. И тогда результат обычно будет, наверное. Сначала надо осознать, от чего он бежит. Потом надо знать, куда идет. Да, точно. Да, да, да. От чего бежит, совершенно верно. С чем боится сталкиваться, когда сталкивается вот с обращением, с использованием его имени, да. Там какие-то подгруженные какие-то истории вполне, ну, сильно, по крайней мере, могут отсвечивать. И как будто здесь напрашивается, вот для меня лично вывод, что, в принципе, не так уж важно, как тебя зовут, важен какой-то человек. Ну, и как тебе живется вообще в этом имени. И, наверное, когда эта осознанность достигнет вот прям нужного уровня, возможно, он и не будет это именять. Ну, вот даже, смотрите, пример есть. Потому что это уже не нужно. Конечно. Актер есть такой известный, народный артист, по-моему, даже Советского Союза, но Россия, это точно. Авангард Леонтьев. Авангард, ну, очень сложно найти второго такого, да, с таким именем человека. То есть, мало того, что реализовался, не поменял имя, реализовался, стал известным такой личностью, известным знаменитым артистом. Чем не прекрасный случай, вариант того, как можно свое редкое имя использовать. У меня, кстати, одно время, у меня же имя достаточно распространено, сейчас мало Наташ, вообще, в принципе, называют детей редко. А раньше было очень популярное имя, у меня в окружении, видимо, мы тоже друг друга притягиваем по именам. У меня вот подруги, приятельницы, вот они сплошь Наташа. У нас секта Наташ. Хорошо, ваши рекомендации, еще раз, человеку, который подумывает о том, что не нравится мне мое имя, что-то меня тут вот коробит, калечит, что-то меня тут вот грызет, скручивает, с чего начать? Я бы начал с изучения этих чувств, да, вот, ну, я не говорю обязательно, можно и расстановку, конечно, сделать на это имя и посмотреть, что там, что стоит за этим неприятным чувством. Может быть, он сам это сможет, ну, в основном люди здравые и психические, так сказать, ну, здоровые люди могут вполне, наверное, как-то потратить какое-то время и попытаться вспомнить и понять свои чувства, да, и что за ним стоит. Назвать хотя бы их. Да, Почему мне не нравится, что это? Да, назвать эти чувства сначала, потом, если это чувство возникает сейчас, а когда они впервые возникли, можно так посмотреть, то есть построить такой эффективный мостик к тому прошлому, где это впервые появилось, вот это, если это травма, например, то есть вдруг выяснится, что таки меня дразнили, например, в детстве, я могу вспомнить об этом, предположим, или я вдруг почувствую, что это ожидание родителей здесь заложено, в этом имени, или еще что-то, мы даже с вами можем сейчас не предположить, какие могут быть вообще истории, с этим именем связаны, да, или даже, ну, в расстановках, я вот сейчас точно не вспомню, у себя нет, но, по-моему, у других расстановщиков было, ну, например, человек с этим именем, предположим, совершил что-то плохое в роду, да, и я боюсь это имя, то есть я могу, есть чувства мои личные, есть перенятые чувства от близких, перенятые чувства трансгенерационно передаются в поколениях, ну, два-три поколения, где-то, да, может быть, там кто-то был с таким именем, кто-то сделал что-то очень плохое, в этом роду, да, и вот это имя инстинктивно вызывает, может быть, может быть, разных причин, почему имя, и когда я вижу причин, дальше я уже буду смотреть, что делать, вот рекомендация, просто поискать эту причину, искать проблему, разобраться в своих чувствах, своих эмоциях, а если я сразу бегу, я еще не успел понять, что происходит, я уже бегу, я быстро меняю это имя, ну, наверное, это, ну, можно и так сделать, ну, тоже выглядит, как побег от чего-то, да, 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 и так, такая смена имени может не помочь, в принципе, самое главное, что твое имя значит для тебя, да, да, все, но при этом надо учитывать, ты, если ты сильно интегрирован в какую-то жесткую систему, то это не для тебя, а еще для кого-то, то есть это все равно, если же ты сепарирован, и ты совершенно, индивидуация произошла, ты сам по себе, ты на своих ногах, тогда да, а если нет, если ты там внутри, ты очень глубоко подчиняешься, в патриархальном роду, где все живут в одном доме, где дети, внуки все в одном там, в едином таком, в единой каше, там, где ты, а где не ты, поэтому, здесь есть такой еще нюанс тоже. Ну, вот мы с вами познакомились еще с одной стороной проявления нашего в обществе, потому что ими это имеет отношение к социуму, да, знаковая система знаков, и здесь тоже есть слабые места, которые могут каким-то образом проявлять, вернее, через которые может проявиться наши какие-то внутренние конфликтные ситуации, и с которыми совершенно спокойно можно работать, можно работать самому, можно работать вместе с психологом, можно сходить на расстановки, возможности много. И самое главное, как мы с вами вначале с вами сказали, всегда есть возможность ничего не делать, оставить все как есть. эту возможность никто никогда ни у кого не отнимет, да, потому что все в нашей жизни мы делаем своими руками. И берем за это со временем или сразу у кого как получается полная ответственность. У кого как получается? Вот, вот. Хорошие слова. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, Вадим, интересно было. И с точки зрения расстановщика, вы мне вот имя немножечко по-другому показали, вот это вот, я не могу сказать проблему, но такой знак вопроса, связанный с именем, я вот с помощью вас увидела немножко по-другому. Мы говорили сегодня о тайнах или там вопросах, которые могут быть связаны с именем, и какие-то ответы мы вам дали. Всего вам хорошего, берегите себя. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. «Фокус на человека»